МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! В эфире новости на телеканале РЕН-ТВ «Армавир» в студии Ирина Рухлядко. Партнер выпуска «Сантехтеплосервис» предлагает отопительные котлы и газовые колонки, сантехнику и мебель для ванных комнат Дзержинского, 111-Б. 16 июля в «Армавир» прилетел генерал, первый заместитель министра внутренних дел России, главнокомандующий внутренними войсками МВД России Виктор Золотов. В ходе визита генерал-полковник посетил 81-й бронетанковый завод и 15-й отряд специального назначения «Вятич». Главная цель поездки – участие в приемке первой партии из пяти бронетранспортеров, модернизированных для внутренних войск. Согласно оборонному заказу, в 2015 году на «Армавирском заводе» будет модернизировано 16 таких боевых машин. Это третья по счету модернизация бронетанкового вооружения и техники, которая проводится на заводе «Армавира». Далее Виктор Золотов посетил отряд специального назначения «Вятич». Он ознакомился с состоянием боевой подготовки военнослужащих, осмотрел военный городок, жилую зону, музей, вооружение и амуницию бойцов. В книге почетных гостей генерал-полковник оставил пожелание возвращаться с боевых заданий без ранений и потерь. К другим темам. 15 июля в районе магазина «Байзет» – это угол улиц Ефремова, Ямская – зарезали мужчину. От полученных ран он скончался на месте. Нападавшие с места преступления скрылись. В следственном комитете от комментариев отказались. Вот что нашей съемочной группе рассказали очевидцы. Вечером 15 июля из магазина «Байзет» вышли двое мужчин. По словам очевидцев, они были в состоянии сильного алкогольного опьянения. Мужчины направились к близлежащей остановке, где между ними произошла какая-то ссора, в результате которой один пырнул другого ножом. От полученных ран мужчина скончался на месте. По другой версии, также высказанной очевидцами, двое мужчин в магазине покупали спиртное и присели неподалеку, чтобы распить его. Между ними также произошел конфликт, в результате которого один из собутыльников зарезал своего приятеля. В следственном комитете комментировать данное происшествие отказались. По неофициальным данным, человек, который совершил убийство, уже задержан. Найти преступника по горячим следам помогла запись с видеорегистратора. Как на самом деле выглядела картина происшествия, мы узнаем после того, как получим официальную информацию от полиции. В Армавире сотрудники роты ДПС изъяли у пассажира большегруза 2 килограмма конопли. Как сообщает инспектор по пропаганде роты ДПС, 15 июля в Армавире во время патрулирования для досмотра был остановлен автомобиль МАЗ. Он двигался по федеральной дороге Кавказ в сторону совхоза «Восток». В кузове большегруза, предназначенного для перевозки плит перекрытия, сотрудники ДПС обнаружили розовый полиэтиленовый пакет. В нем находилась свежесорванная конопля. Кроме того, при дальнейшем осмотре был найден сверток с уже высушенной марихуаной. Также у пассажира обнаружили сковороду, которая, вероятно, предназначалась для приготовления наркотического зелья. В настоящий момент, по данному факту, возбуждено уголовное дело. Подробности происшествия уточняет следственно-оперативная группа. Преступнику грозит до 7 лет лишения свободы. Продолжаем выпуск. Ряд армавирских социальных объектов и мест, которые в ближайшем будущем должны превратиться в уютные уголки отдыха, стали предметом контроля градоначальника. Подробности в следующем сюжете. Армавир – город без окраин. Этот лозунг известен всем. К юбилею, который мы отмечали в прошлом году, в разных микрорайонах появилось немало благоустроенных уголков, где сегодня с удовольствием отдыхают взрослые и дети. Но и после праздничных торжеств работы по созданию уютных зон отдыха продолжаются. Правый берег Кубани за старостаничным мостом давно облюбовали в качестве места для остановки свадебных кортежей и романтических фотосессий армавирские молодожены. Но до недавнего времени там радовали глаз лишь пейзажи природы и памятник. А вот сама территория оставляла желать лучшего. В ближайшем будущем все изменится. По земле, значит, записывая Мартин Сергей Михайлович, показывая, где брать землю. Мы вам даем погрузчик, чем грузить. И потихонечку начинаем сюда его за ее загрузиться. Сегодня на площадке идет укладка плитки и бордюрных камней. Совсем скоро появится декоративное ограждение. Запланирована установка светильников, скамеек, малых архитектурных форм, озеленение. Кроме того, глава города и сотрудники муниципалитета побывали в Северном микрорайоне, где только начинаются работы по закладке новой зоны отдыха. И в Тихом сквере. Его территория будет облагораживаться с учетом современных требований благоустройства. Не остался без внимания градоначальника и ряд социальных объектов. Так, Андрей Харченко побывал в 23-м детском саду, где идет ремонт кровли. Работы будут закончены к 1 сентября. А детский сад номер 17 располагается в здании, которому уже более 200 лет. Солидный возраст сооружения и погодные условия стали причиной обрушения одной из его стен. Здание, старое здание, 1813 года. Причина то, что дожди, ливневые дожди спровоцировали вот это вот все. Основание под разрушенной стеной укрепили, стену отстроили заново. Сделали армированный пояс здесь, чтобы разобрали бревна. Там на 45 сантиметров и под бревна, под основание завили, заармировали металлический каркас, чтобы держать ее. Ряд замечаний и уточнений городоначальник сделал внутри здания и на прилегающей территории. Марина Белова, Артур Корджанян, служба информации канала РЕН-ТВ Армавир. Семьи с приемными детьми уже осваиваются в деревне Виктория. Своеобразный поселок заселен больше, чем наполовину. Восемь семей переехали в Армавир и устраивают свой быт. Напомню, в 2008 году наш город был выбран для реализации благотворительного проекта. Его главная идея – создать для детей-сирот такие условия, при которых бы они могли расти и воспитываться в семье. Для этого построена целая деревня с 14 коттеджами. Лето – лучшее время для переезда. Проект благотворительного детского фонда «Виктория» для России уникальный. В деревне для приемных семей могут жить с мамами и папами и воспитываться более 80 детей. В начале июля в новых коттеджах отметили новоселье. Семилетняя Варя первым в свой дом запустила котенка. Я его опустила на пол, и он побежал. Мне больше нравится весь дом, потому что он красивый. Тут спокойнее и больше места. Приемная мама девочки и еще четверых детей Татьяна Чешуйко показывает свой коттедж. В Армавир они приехали из Красноармейского района. В деревне им все нравится. Площадь дома порядка 300 квадратных метров. Комнаты просторные, в каждой индивидуальный дизайн. Для большой семьи и ее мамы главное, чтобы было место, где приготовить завтрак, обед и ужин. Это моя кухня. Самая красивая, очень удобная, самое любимое мое место в доме. Здесь сделано все для того, чтобы облегчить мой труд, чтобы было комфортно моим детям, чтобы было больше возможностей заняться именно детьми, их воспитанием. Обратите внимание, печка пятикомфорочная. Очень удобная. Какая огромная вытяжка. Здесь очень много шкафов. Пожалуйста, сколько помещается посуда самых больших размеров. Знаете, такое редко встретишь. А нам посуда нужна больших размеров. У каждого ребенка есть любимое место в деревне и в доме. На тренингах с психологами ребята с удовольствием рассказывают об изменениях в своей жизни и переезде. Сейчас заселены 8 коттеджей из 14. Всего в деревне 33 ребенка. Устюш, ну давай ты, а потом Ростик. Расскажи ты, поделись впечатлениями. Мне понравилась моя комната. Еще мне понравилась комната мамы. Мамы комната. Чем понравилась твоя комната тебе? Моя комната мне понравилась кровать и обои. Какого цвета у тебя обои? Розовые. Розовые. Ты любишь розовые цветы? Опытные психологи Армавира проводят тренинги и с родителями. По словам специалистов, при смене места жительства важно правильно пройти процесс адаптации и влиться в эмоционально новую обстановку. Основная вообще цель программы этой – это сформировать сообщество приемных профессиональных родителей. Чтобы это были действительно те семьи, которые дают много ресурса деткам, которые лишены были этого изначально. Детям из неблагополучных семей, детям-сиротам. И на этом этапе, на этапе заселения в деревню, важно отреагировать те чувства, с которыми родители сюда приехали и с которыми столкнулись. Приемные папы сразу после новоселья принялись за работу, а в их планах возвести спортивную площадку. Леонид Богомолов по специальности строителей отмечает, в деревне есть все для комфортной жизни. Фонд скоро откроет спортивный комплекс, а пока ребятам готовят территорию под активные игры. Мы собираемся построить здесь, вот у нас будет волейбольная площадка, здесь турник с брусьями для маленьких деток и для больших деток. Потом здесь будет площадка для мини-футбола, вот мы приобрели для стритбола колечко будет здесь. Здесь мы сейчас завезем песка, сделаем пока временное такое покрытие, утрамбуем, чтобы детки первое время могли заниматься. Все приемные семьи уже получили специальные сертификаты участников программы детской деревни Виктории Армавир. Теперь они полноценные партнеры благотворительного фонда и муниципалитета, которые вместе осуществили грандиозный проект. Задача мамы-пап стать лучшими, научить своих детей жить в обычной счастливой семье и развивать сообщество приемных профессиональных родителей. Ирина Рухлядко, Артур Каджанян, служба информации, канал ОРЕН-ТВ, Армавир. Летом самое время задуматься об обновках для зимнего гардероба. В Армавир приезжает меховая выставка продажа из города Кирова. Летние цены норковой шубы о 35 тысяч рублей. Любителей роскоши и тепла ждут 18 и 19 июля в ГДК с 10 до 19 часов. Сегодня шуба – это не просто статусное изделие зимнего гардероба, подчеркивающее респектабельность владелицы. В условиях русской зимы для женщины иметь шубку – необходимость. Правильно подобрать меховое изделие – значит комфортно чувствовать себя в самые лютые морозы. Солидный ассортимент шуб представлен на ярмарке Кировской меховой фабрики. Сотни моделей самых разных цветовых оттенков – классические и ультрамодные. Выбрать подходящую вам по стилю шубку помогут грамотные продавцы-консультанты. На ярмарке представлены самые лучшие модели из новой коллекции – шубы из меха Норки, Нутрии, Чернобуки, а также изделия из Каракуля и Мутона. Особое внимание специалисты фабрики уделяют качеству сырья и пошиву изделий. Благодаря высококачественной выделке шкур шубы мягкие, эластичные, прочные и легкие. Правится модель? Ну да, сейчас очень стильная поперечка. Это очень модные шубы в этом году. Одел и побежал. Скорее всего будете брать? Да, конечно. Скорее всего буду брать. Ждем вас 18 и 19 июля в ГДК. Продолжит выпуск новостей и прогноз погоды. С ним вас познакомит Марина Локтева. Здравствуйте. В последний день этой рабочей недели будет облачно с прояснениями. Как обещают синоптики, дождь пойдет к обеду. Ночью градусник покажет 17 градусов, днем поднимется до 27. Ветер потует с запада силой до 6 метров в секунду. Атмосферное давление составит 746 мм ртутного столба. 17 июля считается днем основания морской авиации флота России. Из знаменательных дат стоит вспомнить, что 73 года назад началась Сталинградская битва. В 1918 году в Екатеринбурге были расстреляны последний российский император Николай II и члены его семьи. А в США 60 лет назад открылся первый Диснейленд. В этом погоде и праздниках у меня все. Я желаю вам удачи в делах. Ирина. Спасибо, Марина. Информация о погоде завершила выпуск новостей. Познакомиться с ними вы можете на сайте в интернете городармавир.ру, на волнах авторадио и на страничках в соцсетях. Добавляйтесь в группы, чтобы первыми узнавать новости. С вами была Ирина Рухлядко. Всего доброго. И смотрите телеканал РЕН-ТВ. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова